где они пока были на этой машине, выезжали, да, партнеры были, и сегодня ночью они сразу уехали в Воронеж, они сегодня работают там, и вчера Хамза купил машину, он выполнил программу авто, и вчера он тоже купил машину, поэтому это самое лучшее чувство. А всем остальным, кто сегодня выполняет программу авто, я вам желаю потуже завязать ваши пояса и сделать все возможное, чтобы выполнить эту программу и чувствовать себя хорошо. А сейчас у нас с вами встреча, очень серьезная встреча, обучение по системе, и это один из таких шагов, которые сегодня, многие где-то не получили этот шаг, почему у многих хромает этот шаг, потому что маркетинг пригласить мы можем, список написать мы можем, показать маркетинг, и все это мы можем сделать, но вот многие не могут провести шаг, как быть дальше в этом бизнесе, что делать, как говорить, как разговаривать со своим новичком, и этот шаг, который все время сопровождается в этом бизнесе, и сегодня его будет нам раскрывать сапфировый менеджер с большим стажем в системе MLM, тот человек, который сегодня ведет большую, огромную международную команду, как раз совет Зарина с их командой, и они большую лепту внесли в то, чтобы сегодня Зарина и совет остались в бизнесе, и захотели иметь вот эту машину, этот дом, эту квартиру, мы, и Роза, она очень синий мотиватор, и знаете, сегодня всем вам нужно взять ручки, тетради, и записывать, записывать каждое слово этого лидера, поэтому я с великим удовольствием передаю микрофон Розе Омаровой. Роза, привет! Привет! Добрый день всем! Мне очень приятно будет с вами быть в эфире, 30-40 минут я с вами буду общаться, и огромное спасибо Майве за то, что она каждый день проводит вот такие, организовывает вот такие вот встречи, как сегодня, и на протяжении пяти месяцев эти встречи, организованные нашими спонсорами, они дают хорошие результаты, и мы являемся свидетелями того, что на протяжении этого периода у многих наших бизнес-партнеров шикарные результаты. Я поздравляю всех с программой «Авто», поздравляю всех с шикарными чеками, с миллионами, с покупкой квартир, машинами, и это, безусловно, конечно, мы этому рады. Поэтому, Майра, тебе огромное спасибо еще раз, и всем спасибо, что вы сегодня находитесь с нами в эфире, и сегодня для меня очень хорошая такая встреча, быть тоже полезной для вас, и я хотела бы познакомить себя для тех, кто, может быть, недавно только подключился. Меня зовут Роза, фамилия Омарова, я из города Уматы, мы этим бизнесом занимаемся вместе с Даулетом, с Магулов Даулет, он в прошлом предприниматель, традиционный предприниматель. Я химик-биолог, по среднеспециальному образованию я химик, по высшему биолог, я бывший комсомольский работник, и в советские времена я работала на руководящей должности, в последнее мое место работы это специалист по таможенным оформлениям, я имела свою хорошую парикмахерскую, но, тем не менее, на тот момент у меня уже не было здоровья, и я рассмотрела именно продукт хороший, а затем вскоре я рассмотрела, конечно, бизнес-возможность, чему я очень благодарна, и я эти чувства благодарности испытываю в последнее время еще больше, глубже осознаю, что я в жизни когда-то сделала правильный выбор, именно приняв решение зарегистрироваться или как двигаться вообще в сетевой индустрии. Поэтому я люблю свою работу, люблю свою команду, люблю свою продукцию, которой я уже пользуюсь, наша семья пользуется, я бесконечно этому благодарна. Значит, вообще компания на сегодняшний день уже работает 42 года, она имеет очень хороший маркетинг-план и производит где-то 200-300 наименований продукции, и таким образом она за этот маркетинг-план нам дает очень хорошее вознаграждение, бонусы, и ежемесячно, скажем, 12-15 числа мы получаем свои вознаграждения за качество продукции, за маркетинг-план, за доставку, за всю организацию логистики, за все это отвечает компания. Но мы-то с вами, взрослые люди, приходим в бизнес, и мы знаем, что нам, в принципе, конечно, мы приходим за деньгами, за качеством хорошей продукции, но потом, когда мы уже знакомимся поближе вообще с индустрией сетевого бизнеса, мы начинаем понимать, что здесь есть нечто большее, и для меня лично всегда больше всего цепляет философия компании, идеология компании. Для меня вот эти вот параметры, они больше по душе, и меня это больше, скажем так, цепляет, нежели там кто-то цепляется, а почему он не так написано, или там активатор это косметическое средство, а почему его для глаз можно, понимаете, за все это отвечает компания, но мы-то с вами приходим в бизнес, чтобы стать успешными, поэтому мы знаем, что 90% успех нашего с вами бизнеса будет именно ложиться на эту систему, в которой мы с вами сегодня находимся. Это система обучения. И эту систему обучения именно ведет тот человек, который является крупным, скажем там, масштабным предпринимателем в индустрии сетевого бизнеса, он является международным лидером, человек, которого знает вся индустрия сетевого бизнеса. Это 25-летний опыт работы, это семья Атилы, Каталин, Гидофалви, которые являются именно основателями системы обучения. Ну а оставшиеся 10% успеха – это только наш товар, которым мы с вами будем пользоваться. Только 10% ложится на товар. 90% успех нашего бизнеса – это система. Система. И чем больше вы будете понимать систему, чем больше вы будете находиться в системе, чем больше вы окунетесь именно в систему, тем для вас лучше, тем стабильнее ваш бизнес будет. Что такое вообще система? Система обучения – это прежде всего наши с вами отношения к бизнесу, отношения к продукции, отношения к себе самому, отношения к товару, отношения ко всему тому, что связано именно с этим бизнесом. Вот это и есть система. В системе обучения Атилы есть определенно 7 шагов, которые на самом деле являются, как знаете, кодовыми числами для того, чтобы мы смогли проникнуть в какой-то, скажем, замок обучения. Если мы из этих 7 шагов какой-то шаг, скажем, упустим, то, естественно, ничего страшного не произойдет. Вы просто не попадете. Таким образом, если вы местами просто даже эти шаги поменяете, тоже ничего страшного не произойдет. Только будет все зависеть от того, насколько вы к этому отнесетесь. Поэтому вот эти 7 шагов, они играют важную роль и являются как фундаментом нашего бизнеса. Фундаментом. Это очень важно. И для меня сегодня очень хороший шаг, с которым бы я хотела поделиться. Это шаг КБД. Или я его просто называю «Как быть дальше» или «Как быть просто другом». Это, наверное, лучше всего будет звучать. Ничего умного, конечно, я вам говорить не могу. Читать по книжке или какую-то лекцию я тоже не могу. Но я только могу делиться с вами опытом работы, который я накопила именно в этой компании. Я уже более 12 лет. Вообще, 5 лет я была в другой компании. Значит, и того, я 17 лет занимаюсь сетевым бизнесом. Но 12 лет я именно в этом бизнесе. Для меня это основная моя работа. Я уже сказала, ее люблю. И мы с Даулетом ничем другим не занимаемся, как только именно это наша работа. Мы этим бизнесом живем, кайфуем, наслаждаемся, чувствуем себя прекрасно очень. И я вам всем желаю, чтобы вы больше или побыстрее стали понимать и чувствовать, и принимать, скажем, именно вот эту вот систему обучения. Поэтому шаг «Как быть дальше». Таким образом, значит, это важный шаг. Вообще, все 7 шагов в нашем бизнесе, они считаются важными. Какой-то шаг выделить, что он важнее всего другого, но это просто невозможно. Каждому нужно шагу уделять столько, сколько вы уделяете первому или, там, я не знаю, седьмому шагу. И точно так же этому шагу «Как быть дальше» нужно уделять столько, сколько и другим. Поэтому он тоже считается одним из важных шагов. Как быть дальше? Что это значит с того момента, как вы уже приняли решение заниматься этим бизнесом? Вот решение играет важную роль прежде всего. Значит, вы уже определились, что вы будете заниматься этим бизнесом. Приняли решение, получили информационный пакет от своего спонсора. И таким образом нужно будет дальше провести шаг, который называется «Как быть дальше». Что этот шаг из себя представляет? Это вторая встреча после информационной встречи, как мы только познакомились с маркетинг-планом. Вы дали ему маркетинг-план, рассказали. Вы дали информационный пакет. Вот только что у нас с Магиной в пять часов состоялась встреча. Мы со своим бизнес-партнером, который уже перешел на оптовую скидку, провели с ней шаг, как быть дальше. А с ее новыми партнерами, приглашенными было два человека, мы в скверике провели именно вот маркетинг-план. И дальше мы уже, потому как они работают, у них есть твоя основная работа, мы запланировали вот этот шаг, второй после маркетинг-плана, как быть дальше на выходные дни. То есть мы дали вот этот информационный пакет, желтая такая папочка. Мы познакомились со всей литературой, которая внутри находится, чтобы они могли ознакомиться, обменялись координатами-телефонами. И если будут какие-то вопросы до выходного дня, чтобы они могли задать. И таким образом, чтобы этот человек не остыл до следующей недели, мы стараемся провести, как быть дальше с этим человеком. Что это значит вторая встреча? Значит, на вторую встречу обязательно вам нужно быть подготовленным к этой второй встрече. Когда мы приходим на вторую встречу, как быть дальше, мы должны просто сделать набросок. Несколько вопросов, которые вы могли бы, скажем, озвучить. Но больше всего на второй встрече должен говорить тот человек, который к вам придет. 90% нужно будет его прослушать. Нежели вы будете снова же говорить, маркетинг это хороший, товар хороший, он такой замечательный, он такой золотой, там помогает, там гастрита помогает. Нет, это будет потом. Лучше, конечно, на эту встречу подготовиться внутренне, настроиться, от этого будет многое зависеть. Но 90% конечно лучше его послушать, потому что из того, что он будет говорить о себе, знакомить детально будет вас, где работает семейное положение, дети, конфетки, о погоде. Сейчас много людей говорят о погоде, о том, какая обстановка на улице, о том, какая обстановка на работе у него. Нравится, не нравится, вы можете попутно задать вопрос. То есть он больше будет говорить, а вы по ходу в своем блокнотике будете наброски делать так. Значит, вот этот вопрос нужно ему будет задать в конце нашей встречи. И таким образом, из этой второй встречи, как быть дальше, из того, что он будет много и много-много говорить ваш противоположный собеседник, вы уже будете извлекать, как к нему построить отношения, как дальше с ним работать, больше его возможность будет интересовать или будет интересовать продукцией. Из той встречи, которую мы сегодня провели, я обратила внимание, два новых человека, они оба слушали маркетинг-план и в конечном уже вопросе, потому что я торопилась уже на, мне нужно было на вот сейчас встречу подготовиться, и мы просто, потому как мы с Мадиной являемся уже ключевыми людьми, здесь очень важно быть ключевым человеком. Вы просто сразу же обратите внимание, что один человек сразу же обратил внимание просто на продукцию. Она сказала, мне нужна просто продукция, просто продукция для себя, для мужа, потому что много информации мы прослушали. И я говорю, вам лучше будет перейти на оптовую скидку, потому что оптовая скидка, она вам даст уверенно, что вы не будете переплачивать ваши деньги. Она сказала, что для этого нужно сделать, я говорю, вам нужно будет вот так и так следовать реферальные струки. Все, таким образом с одним человеком мы разобрались, а второй человек сразу же проявил интерес на регистрацию 2 балла. Сразу же на регистрацию 2 балла. То есть она сразу поинтересовалась, прайс ей нужен был, сразу нужно было, что в тач-наборе. Это вся литература у нас была при себе, то есть то, что нужно было даже на вторую встречу понести, мы позаботились заранее. Понесли, мы сразу же где-то 5-минутный шаг, как быть дальше, провели. То есть вот этот шаг, как быть дальше, на воскресенье мы ее уже заранее подготовили. И я точно знаю, что этот человек, который уже придет на воскресенье на регистрацию на 2 балла, у нее уже будет куча вопросов. Куча вопросов по тач-набору, по ассортименту, по литературе, по информационному пакету. Я вообще благодарна компании за то, что она позаботилась о нас и как бы вот эту вторую встречу, как быть дальше, она нам улучшила, вот этим информационным пакетом, улучшила. Нам не надо это на пальцах показывать, там рассказывать, чертить, как это мы раньше делали, не у всех это ноутбуки. Вот этот информационный пакет, он такой красивый, они его с любовью, и вот эта желтая расцветка, она вообще такой, знаете, впечатляющий сразу эффект оставляет. Поэтому на шаг, как быть дальше, обязательно нужно иметь вот этот информационный пакет. Я помню, когда приехал Атила в 2008 году, он сразу же с нами маркетинг проводил. И тут же, когда мы обедали или ужинали, или в машине ехали, он сразу же попутно с нами проводил шаг, как быть дальше с этим маркетинг-планом. Мы говорили, все, мы приняли решение, мы будем двигаться в этом бизнесе. То есть, как быть дальше, он играет, ну, я не знаю, важную роль, это фундамент вашего бизнеса. Если вы научитесь проводить этот шаг, как быть дальше, вы будете мастером своего дела. Есть люди, которые стараются это не проводить, то есть, тогда вы, получается, свой бизнес отдаете кому-то в руки. Нет, как быть дальше, нет такого рецепта, чтобы вы могли его купить в магазине, в аптеке, и другим людям, как бы, я не знаю, как визитная карточка раздавать. Как быть дальше, это жизнь, вот, живая жизнь нашего бизнеса. Это вы сами будете делать, проговаривать. Откуда вы будете брать, чтобы правильно, ну, скажем, позитивно провести шаг, как быть дальше. Конечно, будете черпать знания из семинаров, из книг, из кассет, из встреч, которые с вами будет проводить ваш спонсор. Имейте очень такую хорошую привычку на шаге, как быть дальше, быть, скажем, в роли наблюдателя. Это очень важно. Не создавать там какой-то умный вид, что вы все знаете. Я вообще таких людей боюсь, когда все говорят, я все знаю, я в сетевом бизнесе, 17 лет, я вообще ничего не знаю. В принципе, я каждый день чему-то учусь, чему-то учусь. Это очень важно, понимаете? Это очень важно. Поэтому вот этот шаг, как быть дальше, прежде всего нужно научиться проводить самому, самим собой. Я нахожусь 12 лет в бизнесе, я каждый день провожу этот шаг, как быть дальше, самим собой. Почему? Проснулась утром, шаг, как быть дальше. Так, как мне сегодня дальше быть? И раз только наброс огня, то сделаю, тому позвоню, тому сообщение, тому видеоролик, раз пролистываю свой телефон, сообщение, Ватсап, и дальше провожу шаг, как быть дальше. Я всегда стараюсь не просто там передать по Ватсапу, скажем, просто видеоролик. Нет, я всегда стараюсь сделать голосовое сообщение, потому что мой голос живой он, он дает кому-то заряд, он дает кому-то энергию. На другом конце провода, скажем, в Астане, если мой бизнес-партнер, вот я сегодня общалась с Таулешкой, если мой голос ей придаст какую-то уверенность, это и есть шаг, как быть дальше ей с бизнесом или с информацией, которую я передала. Поэтому для меня это не трудно, для меня это, наоборот, легко, я это делаю с любовью, и я стараюсь для себя каждый день, каждый день для себя проводить этот шаг, как быть дальше. Для меня нет вот такой темы, закрыла, я устала, там полежу. Для меня такой темы нету, для меня это, конечно, работа серьезная, но и в то же время серьезную работу ты получишь от нее результат, ну, я не скажу, для удовольствия, колоссальный результат, скажем, зарплате, только тогда, когда вы будете каждый день сами с собой проводить, как быть дальше. Да, иногда неохота там читать маркетинг, иногда неохота, скажем, куда-то выехать. Вот сейчас у меня закончится эта встреча, у даулета в 9 часов маркетинг прямо в Микере, а мне нужно будет уехать в Толгар, у меня там тоже презентация. То есть мне неохота, например, на ночь 20 километров ехать туда, обратно, там еще, а-ля-ля-ля-ля, но мне нужно там провести шаг, как быть дальше, потому что уже у человека, который перешел на оптовую скидку, идут хорошие заказы, и человек, которого она приглашает в бизнес, он еще думает, думает пока принять решение, не принять решение. И я, как спонсор верхний, как третье лицо, еду провести шаг, как быть дальше. То есть мой бизнес-партнер берет продукцию, я должна поехать, не так просто вот, а, взяла, да, ой, как хорошо, пришли баллы. Нет, если так будет, то это будет просто как вид продажи в сетевом бизнесе. А каждый твой шаг ты будешь проводить, как быть дальше с этим бизнес-партнером, как быть дальше с этой продукцией, как быть дальше с этим заказом, то эти встречи на самом деле принесут для тебя колоссальный хороший результат. Это играет важную роль. Что такое шаг, как быть дальше? Проводите сами с собой. Если у вас в голове возник какой-то вопрос, скажем, мы же нормальные люди, скажем, вызвало какое-то сомнение. Не ищите у параллельников, не ищите в нижней структуре. Задайте этот вопрос по верхнему спонсорской линии. Если нет дозвона, пожалуйста, есть книги, есть кассеты, есть выступления лидеров, где вы можете просто найти ответ на вот этот вопрос, как быть дальше с этой продукцией, как быть дальше с этим вопросом. Но ни в коем случае не оставайтесь один на один с этим вопросом, потому что этот вопрос вам даст сомнение, и он даст вам внутреннюю какую-то остановку. Каждая внутренняя остановка – это, скажем, стопор. А вам надо вот все время проводить, как быть дальше с этой продукцией, как быть. Вот буквально 30-40 минут тому назад мой бизнес-партнер Сара мне задает вопрос, как быть дальше по программе аллергии, вот там-то так-то так-то написано. Что сделала я? Я голосовым сообщением все абсолютно расшепровала, а потом повторное голосовое сообщение, как быть дальше, это озвучила, что это будет так, это так будет проходить. То есть каждый шаг, как быть дальше, делайте это с любовью, и для того, чтобы человек, который вам задает этот вопрос, он получил точно такое же удовольствие по шагу, как быть дальше по этому вопросу. А если вы будете это проводить, ну, скажем, как на автомате, или как отвяжись, или, ну, я не скажу, скажу, как просто так, то это будет, ну, анти, анти для вас это будет, это просто невыгодно. Многие, ну, не скажу, что многие, некоторые бизнес-партнеры делают, делают и делают действия, да, а потом находятся в каком-то законе ожидания. И это тоже, я считаю, я это так думаю, что это просто ошибка, никогда не надо жить с законом ожидания. Как быть дальше? Действуйте. 95% наших действий иногда не принесут результата на 96%. А если вы 95% будете делать с любовью, с любовью, с любовью, и 5% вам дадут колоссальный результат, который будет на 100% работать, как это вот у нас у многих лидеров происходит. Поэтому лучше не жить с законом ожидания, а продолжать делать, и каждый раз нужно проводить, как быть дальше. Я приняла решение, я это делаю, я это буду делать сегодня, завтра и послезавтра. То есть самим собой научитесь проводить, как быть дальше. В семье нужно быть хорошим, ключевым человеком, проводить шаг, как быть дальше. Если есть супруг, проводите с ним, как быть дальше. Пьете утром чай, проведите с ним, как быть дальше. Так, сегодня у меня план такой. Значит, 12 часов в офисе я провожу маркетинг-план, потом, как быть дальше. У меня есть доставки, а затем я приезжаю домой, у меня есть прямой эфир, и таким образом я, наверное, к вечеру. То есть обязательно информируйте своего члена семьи о шаге, как быть дальше. Если у вас есть дети, посадите. Как это делала раньше я. Я уже сказала, что я 17 лет в бизнесе. И, значит, нашему старшему сыну, он 91-го года, значит, ему 29, а младшему 27. 17 лет тому назад это были школьники щеглы, они тоже нуждались в каком-то внимании, в заботе, уход таким образом. Что делала я? Я их посадила перед собой и говорила, так, детки, конфетки, мама будет скоро бриллиантом. Вы хотите? Они не понимали, что такое бриллиант. И я им говорила по шагу, как быть дальше. Что такое бриллиант? Бриллиант – это красивая жизнь, это красивые машины, это путешествие за рубежом, это вот такие-то, такие-то поездки. Хотите? Да, хотим. Значит, ваша задача – быть помощником. Хорошо учиться, не доставать маму. Купите это, купите то, потому что мама откладывает деньги на поездку, на семинар. Договорились? Договорились. Это наш с вами секрет, это наш секрет. И таким образом, как только они забывали о нашем секрете, дети есть дети, они раз только и просят, мам, вот тому-то нашему другу то купили, мы тоже хотим это купить. Я говорила, у нас секрет, у нас секрет, мама же на бриллианты работает. И таким образом, я им прививала тоже систему обучения и по шагу, как быть дальше, я с ними проводила беседу. Буквально недавно мой бизнес-партнер, она работает сейчас на статус менеджера, и я говорю, тебе нужно с твоими, я знаю, говорю, что ты любишь своих детей очень. Ты им каждый день, я смотрю, говорю, в сторис, ты их балуешь каждый день. Это готовит, то готовит, это готовит. А когда ты, говорю, будешь менеджера закрывать? Давай, говорю, посади их перед собой и скажи, один день, 10 дней, 15 дней, 50 раз, 150 раз скажи, чтобы им до сюда дошло, что ты менеджер. От того, когда ты менеджера закроешь, у них это будет, то будет, пятое, десятое будет, и это будут изменения, нежели сейчас ты, ну, скажу, на зарплату, я не знаю, на статусе супервайзера работаешь на 80-90 тысяч. Как только она со своими детьми провела, как быть дальше, со своим мужем, как быть дальше, другие изменения, другие чувства, другой взгляд, другие действия, другой результат сразу пошел. Самое главное. Поэтому, как быть дальше, с себя начинаем, с семьи начинаем, дети тоже члены вашей команды, потому что наша семья, ну, семья каждого человека, это прежде всего команда, а команда начинается только в семье. Все члены семьи должны знать, что вы сейчас работаете на менеджера, поэтому каждый день нужно проводить в семье шаг, как быть дальше. Когда мы пришли в бизнес, пришли в бизнес котика, ну, она наш верхний спонсор, мой спонсор Майран, мы в один день подключились, мы в бизнесе зеленые, мы закрыли статус менеджера за 10 дней, я за 10 дней быстро закрыла. Не знаю как, я воспользовалась системой обучения, сработала система, шаг построения, шаг КБД, и мы с доулетом друг к другу вперед, пошли, будем закрывать менеджера. И вот так мы закрыли статус менеджера. Таким образом, котика, наш верхний спонсор, она проводила нам презентацию, мастер-класс по косметике, потому что мы косметику не знали. Она проводит косметику, лично я, на мое выражение было, лице все написано, что я недовольная, мне абсолютно ничего не понравилось. Я смотрю на Майру и ее подбиваю. Я говорю, тебе что, нравится что ли эта косметика? Она говорит, нет. Сауля Умарова, я говорю, тебе что, нравится? Нет. А я говорю, мне уже сразу не понравилась эта косметика. Сауля Наметова, я говорю, тебе что, понравилась декоративная? Нет, мне тоже, говорит, не нравится. Таким образом, у нас, лидеров, ну, практически никому не понравилась. Котика закончила презентацию, и мы говорим, а нам не нравится декоративная косметика. Лично я не буду пользоваться, я вот буду той, которую я раньше находила. И тогда котика, она мастер своего дела. И она с нами после этой презентации, кто остался, она профессионально провела мастер-класс по шагу, как быть дальше. И она сказала, вам деньги нужны? Нужны. Вы определились с бизнесом? Определились. Делать будете? Будем делать. Значит, нужно посмотреть на эту продукцию как 6%, а на тени на 3%, на помаду как 2%. Вам нравятся эти 11% или вам нравится цвет, который вас сегодня не устраивает? Мы сказали, все, мы поняли. Она провела шаг, как быть дальше. Она мастер своего дела. Затем мы уже были активны, вот такие вот, вот такие активные в бизнесе. В Астане был семинар. И Райхан Ханум, генеральный директор, проводила мастер-класс по косметике, потому что у нее 18 лет опыт работы на сегодняшний день. Она от и до знает нашу косметику, нашу продукцию. Она много международных мастер-классов прошла у вице-президента в компании. И мы попросили, и она провела косметику. Затем, когда уже презентация закончилась, мы подошли, я лично сама была, мой бизнес-партнер Эльза, и мы задали ей вопрос. Райхан Ханум, а вы тушью нашей пользуетесь? У нее синие тушь было. Она сказала, нет, не нашей. У нас не было, у нас только черная тушь тогда была. Она сказала, нет. А где покупаете? Дьюти-фри. Провела нам шаг к КБД. А тогда я не знала, что такое дьюти-фри. Потому что когда мы пришли в бизнес, мы лично за улетом пришли с кучей долгов. Потому что мы кредитов набрали. Мы думали, это бесплатные кредиты. А нужно было их оплачивать. И мы как бы летали уже в какие-то страны, и в аэропорту мы просто сидели. А, кофе нам не надо, мы не пьем. А, магазин нам не надо, у нас пока денег нет. Мы не знали, что такое зона дьюти-фри. И тогда Райхан Ханум, она провела шаг к КБД. И она объяснила, что такое зона дьюти-фри, почему там нужно покупать, что такое безопасность. И на сегодняшний день я себе уже позволяю, находясь в бизнесе 12 лет, уже позволяю вещи себе покупать в дьюти-фри. Всю декоративную косметику я покупаю в дьюти-фри. То есть я себе это позволяю. И сегодня своим бизнес-партнерам многим я этот шаг как быть дальше об этом рассказываю. И многие сегодня позволяют это делать. Поэтому шаг как быть дальше нужно проводить каждый день, потому как вы находитесь в бизнесе. Но нужно всегда определиться, нужен вам этот бизнес. Что вы хотите от этого бизнеса. Каждый день по шагу как быть дальше нужно себе задавать вопрос, что вы хотите от этого бизнеса. Мы сегодня с Мадиной ехали на эту презентацию пятичасовую. Я говорю, Мадина за рулем. И я Мадине говорю, что кайфуешь, говорю, от миллиона. Она говорит, да, конечно. Я говорю, а что ты дальше хочешь от этого бизнеса? А она говорит, выше. Сначала надо, говорю, миллион удержать. Удержать миллион. Потом будет тогда выше. Сначала, говорю, удержание. Я помню, в Южной Африке мы попали на обучение 1500 кредитных баллов и выше. Я сильно захотела идти на эту встречу. Я пришла рано очень. И я села, позволила себе сесть на второй ряд. И сразу же начала встреча, выступал Рольф Кип. Майра помнит эту встречу, выступал Рольф Кип. И он, дистрибьютор номер один, и он говорит, прежде всего, надо задавать себе вопрос. Что вы хотите от этого бизнеса? Каждый день задавайте. Понимаете? И каждый день как себе сами отвечайте. Что вы хотите от этого бизнеса? Каждый день. И это будет шаг, как быть дальше. Тогда у вас будет устойчивость бизнеса. Тогда у вас будет серьезный бизнес. И тогда вы не будете себя перекрещивать вот здесь. Спонсоры перекрещивать или других перекрещивать. Поэтому каждый день нужно задавать себе вопрос. По шагу, как быть дальше. Один из ярких примеров хочу привести. Я поздравляю своих спонсоров. Ой, спонсоров, говорю. Бизнес-партнеров. Советы из Арину. За то, что они нас просто удивляют. На прошлой неделе шикарная квартира с хорошей мебелью. И вчера шикарная машина. И они купили, сразу позвонили. На виде звонок выходят. И когда я увидела их в машине, я, знаете, прослезилась. Я очень прослезилась. Потому что я помню этих ребят, как они пришли в бизнес. У меня есть бизнес-партнер, который я просто обожаю, люблю. Она моя сестренка Омарова Айман. Ой, мэра, извиняюсь, Омарова Айман. В 13-м году она пришла в бизнес. И однажды она мне сказала, у меня есть очень хорошие знакомые со старого бизнеса. Советы из Арина. Я хочу их пригласить в бизнес. Они проездом с Иссыкуля едут к себе на родину в Россию. Я говорю, все, без проблем. Я поняла. Давай проведем шаг, как быть дальше. Давай пригласим их домой. Потому что эти ребята живут далеко от родины. И давай пригласим домой. На тот момент мы были с Даулетом очень активны. Это 13-й год. Я уехала с офиса пораньше. Мне нужно было подготовиться дома. Я приготовила мясо. Бишпармат наш национальный. Еду. И вечером Айман, Зарина с Советом приехали к нам домой в гости. Айман уже в бизнесе была. А Совет Зариной нет еще. И я с ними впервые тогда познакомилась. Они были зажатые. Они были без улыбки. Они зашли к нам домой со страхом. Они не улыбались. И они были очень скованы. Затем, когда мы мясо покушали, мы не говорили про бизнес. Мы просто говорили на тему Истыкуль. Как в Москве им живется. О детях говорили. О жизни говорили. А потом, когда мы уже бишпармат покушали, мы сказали, ребята, поемте, я вам проведу экскурсию по нашему дому. И по ходу, говорю, я вам расскажу. Я провела экскурсию. Затем, это наш кабинет, в котором я сижу сейчас. Это рабочий стол. И здесь стоит компьютер, который мы привезли с Америки. Мы его в Америке купили. Наш домашний компьютер. И мы показали маркетинг план. Затем, даулет сразу провел шаг, как быть дальше. Он сразу открыл свой кабинет. Сразу показал РК-бонусы за все месяцы, которые были там. Затем, в бумажном носителе, наши бизнес-партнеры, кто сейчас сидят в эфире, они знают, что вначале мы всегда в сумке таскали РК-бонусы в бумажном носителе. Мы с любым человеком проводили шаг. Как быть дальше? И говорили, вот наши бонусы. Мы справку показывали, как быть дальше с этой возможностью. И тогда, даулет показал бизнес-план, маркетинг, показал справку, показал отчет РК-бонус. И все равно у Зарьины с советом был страх, была зажатость и была неуверенность. Затем мы сидели в зале на диване. Они так аккуратно сели сбоку. Мы сели напротив. И я говорю, совет, я вот протягиваю тебе руку. Если ты будешь с нами бизнес делать, станешь бизнес-партнером, у тебя все получится. И тогда у тебя в жизни все изменится. Ты будешь зарабатывать хорошие деньги. Вот все, что мы тебе показали, деньги, лангкрузер 200-й, который во дворе стоял, дом, в котором мы живем, это все за пять лет нашей работы. Мы в восьмом году пришли, это был тринадцатый год. Это пять лет нашей работы. Мы были тогда на статусе ссоринг-менеджер. Это было лето тринадцатого года. Мы были еще ссорингами. Но если ты не поверишь в то, что мы тебе сказали, у тебя ничего не изменится. Ты будешь там, где ты сейчас находишься, в том бизнесе. Они были в том бизнесе. Всегда есть два варианта. Шаг, как быть дальше, когда я провожу, я всегда всем своим партнерам говорю. Есть два варианта. Как Рольф Кип говорит. Есть А и есть Б. Я говорю иначе. Есть два варианта. Поверишь, у тебя все получится. Не поверишь, нет проблем. И таким образом мы вышли на улицу, они сели в нашу машину, сфотографировались за обеденным нашим столом. Белый у нас есть зона, и есть белый стол, белая мебель. Я так захотела, потому что у нас на кухне белая мебель из слоновой кости. Я так захотела белую. Понимаете? И у нас есть фотографии. Затем на улице в машине Land Cruiser 200-й они тоже сфотографировались, постояли. И мы сказали, это благодаря тому, что мы стали просто действовать. Затем советом мы провели. Мы потом уже сидели на улице, на лавочке и снова проводили шаг, как быть дальше. Как быть дальше. Совет задал очень серьезный вопрос, что здесь есть четыре активности. Я говорю, да, есть. Это справедливость этого бизнеса. Сейчас совет делает больше, чем четыре активности. Я это точно знаю, понимаете? И второй вопрос, который был у совета с Зариной, они сказали, мы поедем к себе в Новосибирск и потихоньку будем переходить в этот бизнес. Мы с Даулетом, я подняла, и он поднял руку. Мы сказали, нет. Нет. Есть такой знак того. Нет. Постепенно не переходит. Почему ничего не получится? Это мы из твоего опыта знаем. Мы резко перешли. Понимаете? Поэтому это так. Никогда не надо постепенно делать. Резко. И следом с советом Зариной мы провели шаг, как быть дальше. Почему нужно резко перейти? Они очень хорошие последователи. Мне нравится то, что совет Зариной – хорошие последователи. И они перешли. И произошло то, что они за два месяца закрыли статус менеджера. Затем в 2015 году на статусе менеджера они приехали в Алма-Ату на уикенд-семинар. И 10 человек у нас дома были в гостях. В зале мы накрыли стол, снова бешпармат. И среди 10 людей были совет Зарина, Фарида, которая сегодня закрыла Eagle Manager, которая за июль месяц заработала 260 тысяч рублей плюс 600 долларов с Киргизии. Понимаете, что произошло? Как быть дальше? Они – последователи. И из этой, из этих десятерых людей, кто приехал из Новосибирска, была еще один бизнес-партнер – Элиза. Тогда она была уже менеджером. Но так случилось, что она потом ушла в другой сетевой бизнес. Совет с Зариной уже с ней провели шаг, как быть дальше. Она заново вернулась, дорегистрировалась и заново закрыла менеджера. Вот, что делает шаг, как быть дальше. Шаг, как быть дальше – это живая кровь этого бизнеса. Это каждодневное общение. Это каждодневный поток положительной информации. Это каждый дневный поток хороших мыслей. Это каждый день поток положительного разговора. Понимаете? Каждый день. Каждый день. То есть, чтобы у вас движение было, нужно проводить шаг, как быть дальше. Я сегодня спрашиваю у своего бизнес-партнера, сколько осталось баллов тебе закрыть до статуса супервайзера. Всего лишь 6-7 баллов. Так, я с ней следом же тут же провела шаг, как быть дальше. То есть, это нужно мне. Как вот, знаете, пульс. Пульс. Как быть дальше – это ваш пульс бизнеса. Будете проводить шаг, как быть дальше? У вас бизнес состоится, укрепится. Не будете проводить? Вы просто себя потеряете. Не то, что бизнес-партнера. Понимаете? Поэтому, слушая кассеты, опять же, нужно просто проводить для себя, как быть дальше. Так, этот лидер сказал вот это. Если я сделаю вот так и возьму эту информацию для себя, значит, вы проводите сами с тобой шаг, как быть дальше. Сейчас компания нам дает возможность провести, ой, провести, говорю, закрыт статус менеджера за 4 месяца. 150 баллов. За 2 месяца по 60, допустим, да, 120 баллов. И этот вариант А. И вариант Б прекрасный. И там можно заработать деньги. И закрывая статус менеджера, вы заработаете деньги. Это не значит, что за 4 месяца будете закрывать менеджер, вы получите зарплату меньше, нежели чем вы будете закрывать статус менеджера по 60 за 2 месяца. Понимаете? Опять же, я провожу шаг, как быть дальше со своим бизнес-партнером, и привожу пример, объясняя. Вот она наша, закрывает статус менеджера за 4 месяца. За 4 месяца. И на статусе ассистент-менеджера она получила 376 тысяч тенге, только находясь. Она только закрыла статус ассистент-менеджера и получила зарплату. Хотя максимально-то оборот прошел по супервайзерской цене. Она же еще супервайзером будучи была. Кто прав? А закрыла менеджера, за 4 месяца 150 баллов набрала, а она получила 500 с чем-то тысяч тенге. Кто прав? Понимаете? О чем идет речь? Как быть дальше? Нужно все время проводить. Все зависит от того, насколько вы к этому отнесетесь. Это так сказал, это будет правильно. Это не закон для вас, что у вас это так произойдет. Понимаете? Обязательно этот вопрос нужно проводить самим с тобой. Как быть дальше? Все время будет зависеть от нижней, выстроившейся вашей линии. Поэтому шаг, как быть дальше, он играет, ну, я не знаю, как фундамент бизнеса, как фундамент дома. Если ваш фундамент дома крепкий, и вы проводите шаг, как быть дальше, с товаром, с маркетингом, с зарплатой, потому что у всех на каждом статусе разная зарплата. Я закрыла за июль месяц статус сеньор-менеджера. Я получила миллион тенге, там, без 18 тысяч тенге. Мой бизнес-партнер, Мадина, она менеджер, закрыла зарплату по июль месяцу, миллион 88 тысяч тенге по Казахстану, плюс еще дополнительно по России отдельно. Если у меня взять в России, то я за миллион больше перевалила. Понимаете? Все зависит от того, как у вас будет построен объем нижней, нижней структуры. И я провела шаг, как быть дальше, мне со своими бизнес-партнерами, как двигаться дальше. И мы с даулетом сели, взяли вот такой белый лист бумаги, начертили и проводим, провели друг другу, как быть дальше. Затем вчера вечером я с Мадиной, с Ботой, вечером уже так говорю. Дети, есть тема. Значит, работаем на квалификацию 13-ю. Есть план такой-то, квалификация такая-то. Если вы работаете на Игл по-серьезному, значит, этот месяц выполняем вот такие-то программы. Каждый день как быть дальше. У меня бизнес-партнеры Бота и Мадина, они пришли в бизнес не из-за того, что мы с даулетом сапфиры, не из-за уважения, что они наши дети, а мы их не родители. Нет. Только лишь потому, что я каждый день вечером, когда дети уже спать идут, в спокойной обстановке, не так, шаг, как быть дальше, я говорю, а кто-то в сотке сидит или там, ну, еще что-то. Нет. Надо видеть мои глаза. Я должна это тоже видеть и чувствовать. Садимся. Как быть дальше. Я все время для них пропагандировала философию бизнеса и идеологию бизнеса. Я говорю, очень жаль, что многие люди так и не понят. Философия сетевого бизнеса уходит из бизнеса на любом статусе. На любом статусе. Поэтому очень важно понять философию компании и идеологию бизнеса, что они несут в массы людей. Это очень важно. Я еще раз в этом утвердилась, когда произошел вот этот пятимесячный карантин. Понимаете? Что произошло? Да просто произошло то, что мы благодарны себе, Аллаха за то, что в наши руки попала эта возможность, и то, что мы сегодня в массы несем, то, что мы сегодня многим это помогли. Вот за это только стоит сегодня с пеной урта говорить об этом и проводить шаг, как быть дальше. Поэтому, вы знаете, я на протяжении многого периода пью суставной набор, потому как у меня в позвоночнике в четырех местах есть серьезная протрузия. И вот сейчас я активно пью Ридом, Мув, Ха, Кальций. Мне 60 лет, и эти продукты на меня работают по-другому. Но 6 лет тому назад они работали по-другому. И я провожу сама с тобой шаг, как быть дальше. Так, значит, что произошло? Значит, мои клетки по-другому стали работать. Где-то печень стала по-другому работать. Значит, желчь по-другому сейчас. Выход идет. Значит, где-то здесь по-другому микрофлора работает. Значит, мне нужно подтянуть пробиотик. Поэтому, как быть дальше, я сама с тобой провела. Почему я про это говорю? Потому что, когда мы начинаем говорить, они говорят, нет, это вот так работает, потому что много лет тому назад я пил, и он мне там что-то выступание сделал. Или что-то, ребята, вы знаете, мы взрослеем, мы меняемся, и внутренние органы меняются, они стареют, они изнашиваются, они становятся дряблыми, они хилыми становятся, они иногда, ну, неуправляемыми становятся, понимаете? Поэтому этот продукт тогда так работал, сейчас так работает. Поэтому шаг, как быть дальше, нужно проводить даже с продукцией. Или, скажем, книгу, которую мы читаем, Джон Кеха «Подсознание может все», это настольная книга, которая может вас оставить в бизнесе, укрепить в бизнесе, закрепить ваш бизнес и создать хорошую команду. 50 лет мне было, я ее по-другому воспринимала. 55 по-другому, 57 на статусе сапфира по-другому. Сейчас, когда я нахожусь в другой квалификации, я работаю, я эту книгу по-другому воспринимаю. Что произошло? Как быть дальше, я провожу. Вы знаете, вчера вечером дети походу на такой легкий, второй ужин привезли к Киевси. Привезли. Мы только сели за стол, я кушаю и говорю, я в Америку хочу. Так хочу в Америку. Потому что много-много-много лет тому назад, когда мы впервые в Америке оказались, вот там мы вот такое вот кушали. Понимаете? Я тогда вот с таким продуктом, какие все аналогичные, попробовала в Америке и там познакомилась. И вот 5 месяцев мы сидим дома. И да, мы встречи проводим. Все это классно. Майра, тебе спасибо за то, что ты все время нас в тонусе держишь. Шаг, как быть дальше, проводишь. Шоры одели как в спорте. И этому примеру, потому что зарплаты, вау, увеличились. Понимаете? На самом деле так. Но я в Америку хочу. И я сейчас работаю в квалификации Eagle Manager, который будет в Америку. И я тут же сама себе, когда уже все, все легли спать, а я открываю тетрадь и пишу, как быть дальше. Мне, как быть дальше? Говорю. Так, продолжается квалификация Eagle Manager. Наступает август пейзер. Я должна столько-то баллов делать. Это выполнено. Этот пункт выполнен. Этот пункт надо выполнить. Это надо подтянуть. Новые баллы. Новые баллы, новые баллы, новые баллы. И вот у меня пятичасовая встреча. Это как раз мои новые баллы. Как быть дальше? А я целый сапфир. Вы что думаете? Мне охота в воскресенье, там на выходные субботу париться. Субботу я в обед на чаепите пригласила на КБД. Человек уже 10. Уже со своей третьей линии Армана Гульмиры, людей, с которыми я уже буду общаться. В воскресенье у меня шаг опять к КБД. Вы что думаете, мне по такой жаре охота париться? Нет, конечно, не охота мне. Но я шаг как быть дальше провожу. Открываю доктор и говорю, так, Роза, как быть дальше? Eagle, что там, как? Eagle у тебя двигается. Это сделано, так сделано, это не сделано. Меня доулет контролирует все время. Так, что-то ты тему забыла про новые баллы. Давай, давай, давай. И я снова сажусь и начинаю двигаться, двигаться и двигаться. Понимаете? Я 12 лет в бизнесе. Вы знаете, казалось бы, я все знаю. Есть такие люди, которые на статусе менеджера, все знают. Я уже в начале своей встречи сказала, я боюсь таких людей. Нет, я как раз-то и не все знаю. А буквально недавно я взяла отчет. Мне скидывает отчет Майра, мой спонсор, и говорит, у тебя на Eagle, на профи, столько-то сделано, столько-то осталось. Я доулету показываю отчет и говорю, а у меня сомнение, у меня большой вопрос. Как быть дальше с этим вопросом? Доулет говорит, кажется, это так. Я пишу Майре, Майра не читает, значит, она занята. Я звоню в офис Олимбаевой Жане и говорю, Жанна, у меня вопрос, как быть дальше с этим вопросом? Ты можешь, говорю, мне отчет скинуть? Жанна мне скидывает, отчет, который мне Майра дала, они совпадают. Они совпадают. Но у меня вопрос стоит, как быть дальше именно с этим? Затем у Майры закончилась встреча, я говорю, так, Майра, расшифрой, как быть дальше вот именно вот с этими баллами? Она тоже до конца не может ответить. Я такой человек, мне надо знать. Если я знаю, я вот как на старте вот рвано именно в этом вопросе, а если я не знаю, у меня внутренняя будет остановка. Вот внутренняя будет остановка, я не смогу свои чувства передать. Вот я такой человек, я не смогу свои чувства передать. А если чувства не передам, это будет холостая работа. А холостая работа, она не принесет результата. Это просто галочка. Спонсор, ну я же сделала, но не работает. Спонсор, я много маркетинг читаю, это не работает. Спонсор, я много презентаций провожу, это не работает, как это у многих бывает. Понимаете? Таким образом, я уже время 6-10, все равно я Жанне говорю, Жанна, я знаю, что рабочий день закончился, вот ты мне должна ответить на этот вопрос. И когда она ответила, я Мэрию пишу и говорю, оказывается, вот это так, вот это так. И мы все-таки нашли истину этого вопроса. Понимаете? Я 12 лет в бизнесе, 12 лет Мэра в бизнесе, 12 лет Даулет в бизнесе. Оказывается, вышло дополнение к политике компании. И я вспомнила тот момент, когда вышло дополнение. Я сказала, да, нас Даулет, это пока не касается. Мы в бизнесе 5 лет проводили, ой, мы 12 лет, 5 первых лет мы получили, мы делали 13-ю зарплату. А потом вышло дополнение к 13-й зарплате. Немного изменения. Мы-то знали, а мы сказали, а мы пока изучать не будем, мы с Даулетом друг к другу провели КБД. Пока нам это не надо, мы же пока не закрываем 13-ю зарплату. Мы в комфортной зоне, дом, машина, 200-й, лангкрузер, квартира в Астане, квартира в Алмате, дети женились, а пока все нас устраивает. Сами провели шаг, как быть дальше. Мы пока не будем 13-ми участниками. Пока нас это устраивает зарплата, сапсида. Понимаешь? А когда уже сейчас мы находимся в квалификации на 13-ю зарплату, вот этот момент был упущен. Поэтому как быть дальше? Нужно каждый день самим с тобой научиться проводить. Читайте политику, это как быть дальше. Литературу, как быть дальше. Даже, даже по продукции периодически нужно читать. Как быть дальше? Понимаете? Это играет важную роль. И тогда у вас будет проявляться любовь. Любовь. Гормон будет по-другому воспринимать эту информацию. А гормон – это наша с вами живая кровь в организме. Понимаете? Которая дает жизнь. И в нашем бизнесе, тонус нашего бизнеса – это шаг. Как быть дальше? Просто если даже сегодня, скажем, настроение, вот как погода к дождю, да? Позвони своему спонсору. Спонсор, как быть дальше? Сегодня у нас в Алма-Ате погода такая, вот такая. А спонсор тебе солнце отправит. И это так произойдет. Понимаете? Поэтому научитесь проводить, как быть дальше. Как быть дальше. Каждый день со своим спонсором. И литературу, которую вы имеете, как инструмент работы, книги, кассеты – это нужно обязательно взять как шаг, как быть дальше в бизнесе. Поэтому это играет важную роль. В восьмом году, когда мы пришли в бизнес, мы с другого бизнеса, мы вот такие, раз такие, такие важные, такие гордые, мы все знаем. И Атила провел маркетинг-план. И мы сказали, ничего себе, столько преимуществ. Да это что, вот так накопительный? Ой, это вообще здорово. За два месяца? Ой, это вообще здорово. Тринадцатая зарплата? Ой, это вообще супер. Четыре балла? Да мы этого не боимся, мы продавать умеем. Продукция, номер, скопительный. Ой, это вообще круто. И прямо товар здесь. Это вообще супер. Зарплата, наличка. Это вообще круто. То есть много плюсов, плюсов, плюсов мы нашли. Мы сказали, как быть дальше с бизнесом. Мы это будем делать. Но мы с вами все живые люди. Мы пошли на презентацию параллельной группы. Я пошла. Я же вот такая, раз такая пришла в бизнес, вот такая умная, пошла на маркетинг параллельной группы. И там менеджер проводит и говорит, менеджер зарабатывает тысячи долларов. И у меня раз только сомнение, Атила прав или она прав? А нет, она права. Она же в бизнесе давно уже, а Атила-то только пришел. И раз только мы поехали на обед в ресторан, сидим, кушаем. Я говорю, Атила, есть вопрос один. Я говорю, ты нам сказал, что три тысячи долларов менеджер зарабатывает. А они говорят, тысячи. Значит, это не правда то, что ты сказал. Он говорит, по шагу, как быть дальше. Вы мне верите? Спонсору? Или параллельно, который не заинтересован? Тебе верим. Значит, вот мне надо верить. Меня надо слушать. Если вы будете слушать, значит, по шагу, как быть дальше, ваш бизнес состоится. Понимаете? Поэтому мы закрыли статус менеджера за 10 дней, не понимая ни маркетинг, ни товар. Я лично вообще ничего не знаю. Даулет, он сразу в маркетинге разобрался. У него логическое мышление очень сильное. Он быстро разбирается, не знаю, в этих цифрах, валюта, туда-сюда, перемещение, баллы, рэкап, объем за сколько денег. У него жилка есть, вот эта коммерческая. У меня нету, я другой человек. И Атила сказал, это так будет работать. И для меня это сработала система Атилы. И мы закрыли за 10 дней статус менеджера. Понимаете? Поэтому шаг, как быть дальше. С нами проводил Атила. Наш бизнес-партнер поехал с нами на семинар в Казань. Он предприниматель, у него есть твой бутик. Они с женой поехали рассмотреть бизнес. Первый день, тогда мы еще в Корстоне не жили. Корстон – это гостиница шикарная, где проходил сам семинар, и там гостиница. Он шикарный. Мы там еще не жили. Мы со своими бизнес-партнерами, как кочки, возились, мы с ними квартиру снимали, с ними жили. Прошел первый день семинара. Мы пришли домой, сидим, пьем чай, и он говорит – спонсор, а где система бизнеса? Мы говорим – завтра будет вообще крутой день. Сейчас надо спать ложиться. Уже поздно. На следующий день семинар. Вечером приходим домой, и он говорит – спонсор, а где система бизнеса? Обучающая. Мы говорим – завтра третий день, он будет заключительный. Вот ты вообще все поймешь. Уже поздно, давай спать ложись. Потому что на самом деле мы с семинара поздно выходили. Еще пока чай попьем, уже спать ложились практически, пока все душ примут. Вот у нас по 15 человек в двухкомнатной квартире жили, вот представьте, да, час-два, час-два ночи ложились спать. Третий день семинар прошел, мы едем обратно домой, тогда мы ездили в Казань на автобусе, и я провожу шаг «Как быть дальше?» Со всеми, кто в автобусе? И я говорю – обучающий семинар прошел, вот это и есть система бизнеса. Семь шагов, которые в системе есть, каждый шаг важную роль играет. Вот это и есть «Как быть дальше с этой системой?» Значит, приезжаем, все, семь шагов примеряем, и ни один не упускаем, и двигаемся. Я с ними провела шаг «Как быть дальше?» А мой бизнес-партнер подумал, что система обучения – это какой-то рецепт, который нужно купить, как жидкость, сюда влить, как систему в медицине. И вот ты готовчик, и вот будешь системой, и вот, как он говорит, а когда вы меня будете принимать в систему? Система обучения – ты сам ее должен принять. Это твой позитив, твое отношение, твое настроение, твоя улыбка, работа над собой, книги, кассеты, семинары, шаг «Как быть дальше», блеск в глазах, и твое отношение надо определиться. Что ты от этого бизнеса хочешь? Вот это и есть то, что ты являешься системным человеком обучения. Обучение – это то, что ты будешь делать, поэтому «Как быть дальше?» – это все зависит от того, как ты к этому шагу отнесешься. Поэтому берете продукт, сегодня взяли, скажем, постылку, да, или в офисе приобрели нашу продукцию, тут же сразу проведите шаг «Как быть дальше?» Так, желтый сок – мне, маточное молочко – мне, рыбий жир для всей семьи, принесете вечером домой и говорите. Так, детки, конфетки, я вам принес золотой продукт, рыбий жир, пьем все, оздоравливаемся, потому что осень наступает. Вот это и есть шаг «Как быть дальше?» А не так вот, рыбий жир купили, поставили, так, давай, пей, тебе это надо, потому что, потому что, потому что. Нет, каждый день надо шаг «Как быть дальше?» Увидели с твоего бизнес-партнера, как вы дальше проведете? Скажите, сегодня супер выглядишь. На самом деле от того, что ты пьешь уже маточное молочко, ты лучше стал выглядеть. Я безумно еще раз влюбилась в котику, вот последний ее вебинар. Ребята, как она великолепно выглядит, она, время, да, как она шикарно выглядит. Поэтому вот это и есть система обучения Атилы, один из важных шагов, как быть дальше. Поэтому весь опыт работы, который я знаю по этому шагу, я его делаю, применяю в своей работе. У меня есть результаты, которыми я с вами решила просто поделиться. И если вы это возьмете за основу, я вам всем желаю в ближайшее время успехов, успехов. Ну, а самое главное, берегите себя, несите хорошую миссию. И спасибо за внимание. Майра, у меня все. О, Роза, спасибо тебе огромное. Четко, ясно, доступно. Столько примеров. Я сразу начала вспоминать первые дни нашего бизнеса, потому что Роза вспоминала все эти примеры с того момента. Поэтому, знаете, это сразу на душе становится тепло, уютно, светло. И какой-то, вот как ты сказала, ностальгическое в Америку захотелось. Поэтому тебе спасибо огромное. Большого-большого бизнеса, сильных лидеров. Я, когда ты выступала, мне как раз Жанна звонила, и я пошла с Жанной общаться. Жанну вы все знаете, да, наш операционный директор из Казахстана. И она как раз интересовалась нашим марафоном. Ребята, мне с вами огромная просьба, я сегодня уже говорила, свою просьбу озвучивала, в плане того, что кто участвует сегодня на марафоне, все свои видео поскидываете больше-больше в своих чатах, в сторизах, в Инстаграме, в Фейсбуке скидываете. Почему? Потому что если мы будем больше пропагандировать, то вероятность того, что мы соберем на свой марафон, однозначно. Все зависит от этого, согласитесь? Поэтому, если С9 не будет цельный, то вам придется его покупать уже в разбивку. Если не будет горциния или файбера, вам придется с кем-то поделиться. Но в любом случае мы уже знаем, что какие-то продукты будут в дефиците. Пока еще контейнер с товаром не пришел, и мы в ожидании всего этого, и не только мы в ожидании, мир в ожидании продуктов. Вы просто не знаете, что сегодня мир пользуется спросом не только лайсиумом, прополисом, чесноком. Нет, мир сегодня пользуется и файбером, и горцинией, и лином. Все в дефиците сегодня, понимаете? Все в дефиците. Поэтому, если даже сегодня карантин, уже все карантина нет, это не говорит о том, что мы сегодня не должны оздоравливаться. Поэтому огромная просьба больше пропаганды делать об этом. И все, кто уже выкупил программу С9, пожалуйста, свои счет фактуры скидывайте на Бухаршин Стим. И уже мы будем формировать чаты, чтобы это не было в один день, потому что, поймите меня правильно, Элира только родила, и всего неделю, как у нее маленький ребенок, и ей будет очень сложно где-то этим даже заниматься. Поэтому, конечно, мы ей будем помогать, но тем не менее большую работу проводит она, потому что все обиды, все вопросы, все, знаете, нытье, все выслушивает она, не я. Потому что я, как человек такой, да, я не люблю услышивать чье-то нытье, потому что в этом бизнесе, вы знаете, да, принято решение, и нужно его сделать. Вот сейчас перед вами выступал лидер, который закрыл этот статус менеджера буквально за неделю. И она сказала, я как не знаю, как мы это делали. Я как не знаю. Но вопрос в чем был? Вопрос был в том, что они говорили 4 кредит активность и продавали активность. И все. Если кто-то сегодня принял решение, пожалуйста, будьте насыщенны в своем решении. До конца идите. Сделайте все возможное и невозможное, чтобы этот статус приобретать. Потому что все в ваших руках. Все в наших мыслях. Знаете, мы все являемся сгустками энергии. Как Бода Шефер говорит. Джен Кеха говорит. Мы сгустки энергии. Сейчас Роза вам передала кругу позитива. Энергию добра. Энергию того, что вы можете все это преодолеть. И она все говорила о том, как они закрывали статус менеджера, как это двигалось, какие действия были, что происходило. Где-то мы тоже негативничали, как многие из вас. Но тем не менее мы достигли этого. Каждый из вас сегодня несет свою энергию. Если ваша энергия сегодня настолько позитивная, настолько энергетичная, то вы не остановитесь ни перед чем. Но если ваша энергия сегодня заправлена немного негативом, то согласитесь, та цель, которую сегодня вы наметили, она может быть и не выполнена. Вот это самое главное. Это самое главное. А я сейчас хотела бы, чтобы именно этот месяц у нас был прорывным месяцем. Именно этот месяц. Почему? Потому что сегодня очень много людей нацелены на программу авто, 100 баллов, 150 баллов. И очень много людей нацелены на выполнение статуса менеджера. Поэтому этот месяц должен быть настолько прорывным. Если это в наших мыслях есть, значит, мы сегодня это можем сделать. Но если это нет в наших мыслях, то никто это не сможет вам положить. Наша задача, то, что мы каждый день вам сегодня даем колоссальные знания, колоссальные знания, за которые каждый из лидеров, который сегодня выступает, заплатил баснословные деньги. Почему? Потому что каждый из них ездит на большие семинары, в год три раза, платит определенную сумму денег. И вот с этими знаниями, с знаниями, опытом, с вами через стык. Поэтому я вам всем желаю удачи. И самое главное, каждый себе, каждый себе, каждый день, как сейчас Роза говорила, проводите КБД и говорите, что вы победитель, который сегодня может это сделать. Что вы тот человек, который сегодня достиг статуса менеджера. Что вы самые лучшие в этом бизнесе. Что вы самые достойные всего, что сегодня происходит в этом бизнесе. Потому что сегодня миллион примеров, которые мы вам сегодня показываем. И уже не нужно тащить кого-то к этому банкомату и говорить, пожалуйста, я снимаю сейчас деньги. Посмотрите, этот бизнес легальный и работает. Сегодня каждый из нас платит серьезные налоги. Сегодня вам показывают машины, которые люди покупают с этого бизнеса. Сегодня вам показывают нечто большее. А я вчера себе видео нашла моего бриллиантного часа, которые меня ждут. И они меня мотивируют. Поэтому я вам желаю всего-всего-всего-всего-всего-всего-всего-сего самого наилучшего. Зарядите себя на успех. И удачи, Роза. Еще раз огромное-огромное спасибо. Всего-всего самого наилучшего, большого бизнеса и серьезных, серьезных ВБД всем. И мы с вами встречаемся. Завтра у нас четверг свободный. Каждый в своей группе проводит определенные встречи. Я в своей группе завтра провожу вечером. У меня завтра вечером в 20.30 маркетинг-план в группе. И всем желаю удачи, успехов и всего-всего самого наилучшего. До встречи. До встречи. Обнимаю, целую всех. Спасибо. Вика, включи. Не надо это. Спасибо.